Глава 20. В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя Ассирийского, и воевал против Азота, и взял его. Зачем пророк называет даже время, когда показывает осаду города? Затем, чтобы научить иудеев относительно времени осады города, так как они не верили одним словам. А также научить словам и египтян, и убедить их, что им не дается более времени. Так как они, будучи неверующими, не имели никакой веры в минувшие события, то пророк приводит, как ясный признак поражения города. Если ты, египтианин и пустословец, считаешь одно заслуживающим презрение, то веруй другому и признавай совершившееся. Они должны были скоро верить наставлению, хотя бы и малейшему, слыша такое, тем более теперь, когда он присоединяет исполнение, то есть разоблачение пророка. Если бы произнесенные слова не исполнились, то напрасно и тщетно возлюбленный покрылся бы срамом. Что удивительного, если пророк, говоря неверующим, ненаплеменным, показал такого рода действия, когда этим самым он подтверждал свои слова, возвещая единомышленникам не только о том, когда был послан, но и когда победил. Видишь ли, какова польза от времени? Мы не напрасно и не тщетно читаем писание, и не тщетно здесь всегда упоминается время, но для научения через времена большему. Иди, и сверзи вретище срезу своих. Такую одежду и такое одеяние употреблял пророк. Почему же он получил поверение сбросить таковую одежду, облегшив которой свои члены, он оплакивал наступающие бедствия и показаться нагим, подобно тому, как Даниил постелал пепел, как постель? Так и этот пророк, видя их неизлечимый порог, облачался в такой траур. Не видишь ли ты женщин, как они, видя своих мужей при смерти, покрывают голову и ноги черными одеждами? Если, возможно, голову готов употреблять все черные одеяния, так и этот пророк. Сознавая, что не будет никакой пользы от пророчества, услышав от врача душ, что государство прекратит свое существование, и для него нет никакой помощи или лекарства, видел евреев бесчувственными, наподобие больного, не воспринимающего боли, и потому плакал. Одинаковый с этим плач обнаруживал и Иеремия. Но смотри, хотя Исаии был удручен сетованием, но он не проявлял его, когда это было не нужно, так как это делалось не под тщеславию, а по причине великой заботливости, чтобы грядущие на них вскоре бедствия не обнаружились неожиданно. Обратите также внимание на то, какое пророк показывает повиновение. Этот постоянный муж, сетующий таким образом, лишь только получил повеление сложить одежду сетования и печали, тотчас послушался сказанного. А зачем одевался вербежью кожей Иоанн? Не за тем, чтобы показать людям сетование, но причину многих даров, именно пришествия проповеданного. Кроме того, мне кажется, он оплакивал Иерусалим, который имел не принять Христа, о чем плакал и Господь, также за тем, чтобы подтвердить слова образно. Вы знаете, что когда больной не воспринимает боли, и каждый из близостоящих может понять близкий конец жизни, врачи приказывают, чтобы они, движимые любовью, не плакали и не смущали души больного, чтобы тем не увеличивать все боли и печали. Что ты скажешь, врач, говоришь, уже ли я слезами убью? Конечно, скажет тот, слезы показывают ему близкую смерть. И так пророк увещевает будущих слушателей не только слезами, но и образами. То же делал и Давид, но вследствие своих грехов. Другие делали то же теперь, оплакив, впрочем, не завоевание города в скором времени, как тогда пророк, и непредугаданный плен, но злые времена. Ныне, когда возмущена вселенная, подобная Иерусалиму того времени, они постоянно и везде видят смятение, оплакивают погибших, не сознающих своей погибели, вследствие чего, оставив города, они не так, как Иона, но иным образом убегают в пустыне, и сандалии твои, сними с ног твоих. Это служит признаком великого повиновения. Пророк не сказал, что ты, Господи, говоришь. Ты повелеваешь шутить, осмеивать, презирать, глумиться, насмехаться. Буд говорит, что я безумный и глупый. В законе определяется, что даже в банях родителям неприлично быть нагими перед сыновьями и сыновьям перед отцами. А ты повелеваешь мне быть нагим. Мы будем бесчестны перед женщинами и постыдны перед отроками. Однако пророк не осмеливается не только говорить, а даже помышлять таковое, так как позор и бесчестие являются только тогда, когда человек делает то, что запрещает Бог. А то, что Бог повелевает, непозорно и при послушании служит людям даже на пользу. Что ты говоришь, человек? Сам Господь не счел недостойным для себя воспринять недостойный образ человеческий, принять то, что неприличествовало ему, чтобы освободить тебя от бесчестия. Ты же, напротив, отвергаешь его, и тебе неприятно терпеть его ради твоих соработников. Он, неизвеченный и непостижимый умом, сердцем и помышлениями, говорится, сидит на облаках, и, что особенно важно, ему приписывается гнев, хотя он менее всего подвержен этой страсти. Часто говорится, прогневался Господь, а ты ради своих соработников отвергаешь и медлишь. Обрати внимание на то, отчего произошло бесчестие наготы, от грехов. Бесчестие есть грех. Оно было причиной наготы, вследствие которой все подвергаются презрению. Но если кто показывается нагим по повелению Божию, то это не есть бесчестие. Не видел ли ты борцов нагими и готовы к бою? Здесь для видящих это не бывает никакого вреда, напротив, прибыль и великая польза. 20 стих 3. «И сказал Господь, как раб Моисая ходил ногою и босой три года в указании и предзнаменовании об Египте и Эхиопии. Так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эхиопии, молодых и старых, нагими и босыми с обнаженными чреслами в посрамлении Египту. Почему же, скажут, не повелевается в отношении других? Отвечаем, потому что это обнаружилось не по всей вселенной. Вишли, как велика потеря. Надеяться на человека, а не на Бога. Ты слышал о слабости соседей, когда она настала и не стал высшим? Слышал он наготе пророка и не раскаялся? Бог повелел, чтобы три года совершалось нечто дивное, и это не принесло тебе пользы. Потому ты пойдешь в плен на гимн с бесчестьем и тебя постигнет наказание вместе с муками и потерями. Юноша и старца. Зрелище по виду ужасное, жалкое и печальное. Старца, отведенная в плен. Недостойны ли были такого наказания иудеи, которые уже раньше знали об этом и видели исход дела? Смотри, то же самое происходит и ныне. Не пророк посылается, но сам Христос показывает в себе все блага и немощи, возвещает, что будет воскресение, которое он прежде явил в своем теле. Предсказал даже о своем страдании, говоря, подобает сыну человеческому много пострадать. Принял плевание в лицо, ударение, был связан и перенесен, перенес ему болезни смертные. Пророки с плачем говорили, что это будет. Он же перенес скорби для того, чтобы и нас побудить к терпению. Страдание их иудеев было наказанием, а наше есть добродетель. И скажет в тот день жителей этой страны, вот каковы те, на которых мы надеялись, и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя Ассирийского. И как спаслись бы мы? Это касается евреев, чтобы они научились надеяться на Бога, а не на помощь людей.